Девушки отдыхают Дамы и господа, леди энд джентльмены, добро пожаловать на церемонию награждения праздничной телепремии «Главные новости года». Наши герои – это не звезды Голливуда, а родные екатеринбуржцы, которые свою реальную жизнь превратили в блокбастер. Они спасают жизни, изобретают лекарства от диабета или гуляют по канату, натянутыми между двумя высоток. Ну или даже бросают пить целой деревне. Это вообще-то тоже экстремальный подвиг. И вот последние недели декабря именно вы, телезрители, выбирали лучших в девяти номинациях. По-моему, самое время сейчас подвести итоги голосования и объявить лучших 2017 года. Самые яркие события, впечатляющие достижения и люди, которыми гордится Екатеринбург. Да что там, вся страна. Этих героев мы будем встречать сегодня в нашей праздничной студии. Итак, церемония награждения «Главные новости года» торжественно объявляется открытой. Итак, наша первая номинация – рекорд года. Невероятные достижения, ради которых пришлось рисковать жизнью. Вот и бы, Вероника, например, смогла пройти по канату, натянутому между двумя высотками. Нет, я думаю, что это не для меня. Это отчаянный шаг, требует железных нервов. А вот путешествие автостопом для меня – это вызов. И один из претендентов на победу объехал таким образом 20 стран, но он не увидел все красоты, а прочувствовал их. А еще можно продемонстрировать силу стальных мышц. Итак, давайте узнаем номинантов, совершивших рекорд года. На премию «Главные новости года» в номинации «Рекорд года» претендует Эльбрус Нигматуллин, уральский богатырь, на счету которого уже 16 значительных достижений, в этом году голыми руками посадил на землю воздушный шар. Мировой рекорд был установлен за 2,5 минуты. Максим Кагин. Экстремал несколько раз прошел по стропе, натянутой между двумя высотками, причем с завязанными глазами. Вниз действительно лучше не смотреть. Под ногами пропасть глубиной 126 метров. Владимир Воскевич. Незрячий путешественник, автостопом объехавший больше 20 стран. В пространстве мужчина ориентируется через запахи и осязания, а впечатления ищет в разговорах с людьми. Итак, заветный конверт с именем первого победителя уже в руках у Алексея. Я хочу напомнить, что выбор сделали вы, телезрители. Голосовали в прямом эфире с помощью соцсетей и с помощью телефона главных новостей Екатеринбурга. И это поистине народный выбор. Итак, победителем в номинации «Рекорд года» становится человек Гора Эльбрус Нигматуллин. Ура Эльбрус, я напомню, что он притянул на землю шар воздушный весом 350 килограммов. Этого сильного человека мы уже совсем скоро будем встречать в этой студии. Он подъезжает к нам и на красной ковровой дорожке его встречает наш коллега Сергей Максимов. На красной дорожке премии главных новостей года мы встречаем первого гостя. Кто же это будет? Добрый вечер! Всем привет! Ну это самый сильный человек! Здравствуйте, Эльбрус! Здравствуйте, здравствуйте! Приятно вас видеть всех! И нам очень приятно, очень рады, что вы сегодня до нас доехали. Я вас очень прошу принять от нас подарок. Это вот этот символический шар. Пожалуйста, тяните теперь его! Спасибо! Давайте попробуем! Раз, два, три! Ура! Победитель! Эльбрус, проходите, пожалуйста, вас ждут уже в студии. Всего хорошего! А мы встречаем нашего первого победителя. Эльбрус, здравствуйте! Позвольте пожать вашу мужественную руку. Поздравляем вас! Это вам цветы и, конечно же, заслуженная награда. Рекорд года тоже для вас. Эльбрус, скажите, пожалуйста, честно, ваши друзья, родственники, знакомые, зная, что вы настолько сильны, часто обращаются к вам за какой-то помощью? Ну, раньше часто обращались, но в последнее время они почему-то меня берегут. То есть, зная, что я и так себя подвергаю нагрузкам, испытаниям, стараются меня, ну, не так часто обращаться. Ну, я сам выхожу с предложения помочь, как правило. Берегут для рекорда, наверное, нового. Видимо, да. Но скажите, у каждого сильного человека должны быть слабости. Вот вас что может растрогать? Ой, ну, элементарные вещи могут меня растрогать. Я не знаю, какой-нибудь ролик в интернете, ну, то, что обычных людей может растрогать, то же самое и меня растрогает. Меня может быть даже и сильнее, потому что мне приходится часто сдерживать свои эмоции, да, делать вид, что я такой, знаете, брутальный силач. Ну, на самом деле, я обычный человек. Который может заплакать. Ничего я не лишён. Который может заплакать. Правда, никто этого не видел. Это замечательно. Спасибо, что вы откровенно с нами и развенчиваете эти мифы. Ещё раз поздравляем вас с этим рекордом. Спасибо. Спасибо вам. Очень неожиданно. И в конце года такое вот, такое приглашение, об этом только можно мечтать. Удачи вам. Всего хорошего. С Новым годом. У нас на очереди следующая номинация. Победа года. Это самые впечатляющие достижения уральцев, которые прогремели на всю страну и мир. 2017-й для этих номинантов стал триумфальным, но наград ведь много не бывает. Поэтому за нашу телепремию боролись экстремал, красавица и спортсмены. Но это всё звучит так легко и просто. На самом деле люди годами идут к этим ярким победам, постоянно работая над собой и преодолевая себя. Всё это для того, чтобы однажды подняться на пьедестал и сказать себе «Да, я сделал это». Если сейчас у вас что-то не получается, посмотрите на наших номинантов и идите дальше, вслед за мечтой. Итак, люди, которые вдохновляют. Финалисты телепремии. Соискателями на премию главной новости года в номинации «Победа года» становятся Сергей Корякин. Квадроциклист стал первым россиянином, победившим в ралли «Дакар». Всемирно известный марафон покорился екатеринбуржцу с четвёртой попытки. Экстремала не остановила даже пневмония. Полина Попова. Модель с уральскими корнями стала «Мисс Россия-2017». И это сюрприз для всех. Эффектная блондинка заявилась на всероссийский конкурс в обход местного этапа «Мисс Екатеринбург». Сборная России по волейболу сидя. Команда, в которой одни и казвенбуржцы, впервые стала чемпионом Европы. К этому нашла 18 лет, буквально вырвав победу у бессменных лидеров спортсменов из Боснии и Горцеговины. В этом конверте имя победителя. Или победителей. Именно вы, зрители 41-го домашнего, голосовали за того или за тех, кому достанется эта награда «Победа года». Итак, она достается. Сборная России по волейболу сидя. Ребята в этом году взяли золото чемпионата Европы. Прыгнули выше головы. Эта команда, представляющая нашу страну на зарубежных соревнованиях, уникальна. Она состоит только из свердловчан. И у каждого игрока есть своя уникальная история того, как он пришел в этот паралимпийский вид спорта, через какие трудности ему пришлось перешагнуть. Это искренне восхищает, правда. Мы поздравляем ребят с заслуженной победой. Обязательно передадим им наш памятный приз. С пожеланиями новых побед, кубков и медалей. Высокие технологии в этом году добрались и до холодильника, а точнее до его содержимой. О том, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной для здоровья, позаботились ученые-селекционеры. На своих экспериментальных плантациях они вырастили чудо-овощи. И это прекрасно. Если вы хотите на обед сделать себе салатик из свежих помидорчиков, а к нему отварной картофель, вам достаточно в теплице посадить всего лишь один кустик помидофля. Ну, так сказать, два в одном. Ну, то есть, о чем позаботились ученые, это когда они в одном продукте объединили вкус и пользу для здоровья. Например, помидоры от рака и йогурт от диабета. Кому на сладкое достанется победа, скоро узнаем. На премию «Главные новости года» в номинации «Ноу-хау года» заявлены. Помидофель, картофель и томат в одном горшке. Химера, выведенная селекционером-самоучкой, объединила в себе два овоща. Пользы больше, а занимаемого места меньше. Йогурт от диабета. Польза от соевых отходов. Биодобавка, по словам создателей, замедляет старение, препятствует развитию рака, диабета и остеопороза. Черный томат. Овощ, защищающий от онкозаболеваний. Гибрид, выведенный уральскими аграриями, кладезь полезных микроэлементов. Особенно богат антиоксидантами. Итак, узнаем, кто разделит с нами наш праздник. Итак, победителем телепремии в номинации «Ноу-хау года» становится «Черный томат». Но это, Вероника, была белая, чистая победа. Именно за уральских ученых-селекционеров проголосовало большинство телезрителей. И на красное, словно помидор, ковровой дорожке нашего победителя встречает коллега Сергей Максимов. Вот интересно, селекционер Михаил Карпухин захватил с собой помидор? А это и проверим. Продолжаем встречать наших гостей на красной ковровой дорожке. И к нам уже подъезжает, кажется, я не уверен, но, по-моему, это Михаил. Да? Да! Уверен, на самом деле. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, здравствуйте. Я знаю, что теперь у вас прозвище «Синьор Помидор». Ну, если это так всем приятно, почему бы и нет? Вы привезли с собой вот эти вот черные помидоры, за которые вы сегодня получите премию? И не только черные, а шести цветов. Да, это и черные, и синие, и желтые, и оранжевые, и красные. А самое главное, полезные, да, богатые. Помидоры всех цветов радуги вы выводите теперь. Совершенно верно. Отлично, мы очень рады за вас. И, конечно же, встречаем вас, поздравляем с поведой. Спасибо. И приглашаем нашу студию. Аплодисменты Михаилу Карпухину. Здравствуйте. Здравствуйте. С удовольствием представляю нашим телезрителям Михаил Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук. Ну, а это ваша премия, с ней тоже познакомьтесь. Спасибо большое. Мы очень рады вас видеть вновь на нашей телестудии. Почему же томат все-таки черный, как мы сегодня с Алексеем тоже в черном, как томат? Ну, вообще, говоря вот о черном цвете, да, таком темном, бордовом, можно сказать, да, это, конечно же, большое содержание антиоксидантов, которые способствуют как раз вот профилактике онкозаболеваний. Ну, и не только онкозаболеваний, и, как говорится, холестерин, как говорится, убирает и так далее, и так далее. То есть это очень хорошая вещь. То есть полезные свойства все наглядно видно. Чем чернее, тем не менее. Видимо, как и мы с тобой тоже полезны сегодня. Михаил, приоткройте, пожалуйста, нам чуть-чуть завесу тайны. Все-таки в разгаре зима еще далеко следующий огородный сезон. Над чем вы работаете сейчас? Удивите ли садоводов, огородников в следующем сезоне чем-то? Да, сегодня мы работаем в лабораториях. У нас есть камеры искусственного климата, где как раз мы занимаемся искречиванием, выращиванием различных растений. Ну, а удивить, конечно, удивим. Вот два новых гибрида. У нас скоро на подходе один такого красивого оранжевого цвета, да, другой такой насыщенный, красный, с повышенным содержанием ликопина. И вообще сегодня те технологии, которые современные, сегодня нам позволяют сделать не просто растений, не просто гибрид, а вкусный, хороший, а главное, полезный для нашего населения. Вот это, конечно, самое главное. Мы вами искренне восхищаемся. Вы не только работаете в зоне рискованного земледелия на Урале, но еще и сделаете открытие. Это вдвойне приятно, что такие люди есть среди нас. Спасибо вам большое. Спасибо. Поздравляем и с Новым годом вас. Спасибо. Вас тоже. С наступающим Новым годом. А мы продолжаем награждать тех, кто в выходящем году дал горожанам повод удивиться чему-то, поговорить или поспорить. Итак, прямо сейчас сенсация, да не одна. В эту номинацию попали по-настоящему горячие и острые новости с долгим послевкусием. Давайте еще раз посмакуем их, а потом узнаем, кто стал лидером этой номинации. На победу в телепремии главной новости года в номинации «Сенсация года» претендует. Участие Екатеринбурга в заявочном марафоне «Экспо-2025». Уральская столица вновь претендует на проведение Всемирной универсальной выставки. И это уже победа. Городу заочно поставили высокую оценку. Решение о сносе недостроенной телебашни. Главный неофициальный символ города будут ломать, не строить. Ни одну идею ее реконструкции не довели до конкретного проекта. Разбирать высотку начнут весной. Уральские корни Филиппа Киркорова. В Екатеринбурге нашли могилу прапрадеда, короля российской эстрады. Тоже артиста, но циркового. Звездный потомок уже навестил предка на кладбище, превратив визит в шоу. Итак, сенсацией года по версии наших телезрителей становится новость о сносе недостроенной телебашни. Эта новость в 2017 действительно произвела эффект разорвавшейся бомбы. То ли еще будет, когда приговор неофициальному символу Екатеринбурга наконец приведут в исполнение. Что ж, видимо пришло время двигаться дальше. Мы обязательно передадим нашу памятную статуэтку компании-подрядчику, которая решилась на такой смелый шаг. Мы надеемся, что в будущем году сенсаций будет еще больше, но это будут только хорошие новости. В эфире главные новости года. Это церемония вручения телепремии «Главные новости года» и мы продолжаем. Знаешь, Алексей, иногда для того, чтобы дойти до победы, нужно найти союзников и вместе сообща прийти к заветному желанию. Ты же помнишь, один в поле не войдет. Я согласен с этим, особенно когда борешься с лишним весом, как это делали участники нашей телепремии в номинации «Достижение года». Здесь командный дух сработал как никогда, потому что когда объединяется энергия нескольких человек, будь то друзья, соседи, коллеги или просто незнакомые люди, то результат превосходит все ожидания. И это все про наших номинантов, которые боролись за звание «Достижение года». Итак, чего они достигли, напомним прямо сейчас. На премию «Главные новости года» в номинации «Достижение года» претендуют. Врачи 24-й городской больницы. Они запустили марафон по снижению веса, чтобы вдохновить пациентов и показать им пример. Коллеги дружно сбросили несколько центнеров. Самое весомое достижение в личном зачете – 36 килограммов. Жители села Клиновское дружно бросили пить и подняли село. Местный колхоз работает ударными темпами благодаря правильной мотивации. Тот, кто не злоупотребляет и не прогуливает работу, получает больше. Сотрудники дома-музея Митинкова оживили старинную фотографию и слепили пятиметрового снеговика. И хотя сходство весьма далекое, участникам необычной акции удалось войти в историю. За волю к победе и настоящий командный дух наша телепремия вручается... Врачам 24-й горбольницы. Ура! Вы знаете, что интересно, что во время прямого эфира лидировало «Трезвое село». Но поскольку у нас было еще отведено время на голосование в социальных сетях и по телефону, то именно за последние сутки победу вырвали медики. Итак, насколько стройнее стали люди в белых халатах, мы сможем оценить в этой студии через несколько минут. Победитель уже подъезжает к рубину и вот-вот ступит на красную ковровую дорожку. Еще один гость. Человек, для которого сила воли – это все, потому что Андрею удалось похудеть! Да? Андрей, добрый вечер! Пойдемте скорее сюда, проходите. Очень рады вас видеть. Ну скажите, пожалуйста, какие у вас результаты? Ой, результаты такие, что мне даже самому не снилось. Блин, везет хоть кто-то сумел похудеть. Мы вас с этим поздравляем и поздравляем с той премией, которую вы сейчас получите. Проходите, пожалуйста, очень рады. Легкой поступью к нам приближается следующий победитель. Добрый вечер. Здравствуйте. С удовольствием представляю вам начальника отдела информационных технологий 24-й больницы Андрей Кузьмина. Здравствуйте. Здравствуйте. Светы и заслуженная награда. Спасибо большое. Это все для вас. Достижение года. Спасибо. Спасибо большое. Давайте посмотрим, как Андрей Петрович выглядел до... Сколько килограммов? И потом найдите пять отличий. Как здорово. Сколько вы весили до начала акции? Я весил примерно где-то около 135 килограмм. Сейчас вот 100 килограмм. Ну, плюс-минус. Но вы не останавливаетесь на достигнутом? Нет, конечно, нет. Это только начало. Это я еще только похудел. Сейчас займусь спортом и буду продолжать совершенствоваться. Скажите, пожалуйста, насколько качественно поменялась ваша жизнь после этого? То есть я стал намного здоровее, во-первых. Здоровья больше стало. То есть стал намного, конечно, меньше весить. Ну, и, соответственно, благодаря этому и выглядеть стал лучше. Ну, и я думаю, что все у меня наладится со временем, когда буду продолжать дальше заниматься. Но мы не спросили самого главного. Секрет же вашего похудения? Все хотят выглядеть так же роскошно на минус 36,6 килограммов. Секрет самый главный, конечно, это в том, чтобы больше двигаться. Худели мы все дружным нашим коллективом. То есть нас было трое участников, у нас была поддержка, коллектив нас поддерживал. Поддерживал главный врач Ирины Александровны Мокшина. В принципе, это и была ее инициатива. Ну вот, и спасибо, спасибо всем коллегам за то, что поддержали меня. Ну и вот выбились мы в итоге, пройдя конкурентную борьбу, да, борьбу за первое место, за похудение, за килограммы. И все-таки добились результата. Спасибо вам огромное. Еще раз поздравляем с этой наградой и с Новым годом. Вас и ваших коллег, конечно же, тоже. Спасибо большое. Ну, все-таки, как здорово взять себя в руки и измениться. Кстати, в этом году Новый год, 1 января, приходится на понедельник. Так что, мне кажется, это удобный момент, чтобы начать новую жизнь. Ну а пока подведем итоги уходящего года. Он был плодотворным. В 2017-м екатеринбургские строители заложили фундамент многих важных строительных объектов. Итак, у нас на очереди новая номинация «Стройка года». Но сперва шорт-лист претендентов на премию. С искателями на премию главные новости года в номинации «Стройка года» становятся реконструкция Макаровского моста. Проект обновления переправы через ИСЕЙТ начали воплощать в жизнь. Чтобы не блокировать движение машин в городе, важную транспортную артерию ремонтируют частями. Строительство Екатеринбург-арены. Екатеринбургская площадка чемпионата мира по футболу готова. На нашем поле пройдут матчи группового этапа Мундиаля. Игрокам помогут родные стены памятника архитектуры. Центрального стадиона, который удалось сохранить. Пуск второго участка ЕКАД. Полукольцо, связавшее Московский и Полевской тракты, построили всего за пару лет. Теперь транзитному транспорту не нужно ехать через город и стоять в пробках. Что и говорить, строители постарались на славу и на радость автомобилистам и футболистам. Но приз у нас только один. И получат его. Итак, волнуемся. Стройкой года становится Екатеринбург-арена. Ну что ж, мы поздравляем рабочих, которые дали вторую жизнь центральному стадиону. Они честно вырвали победу у своих коллег. Мы надеемся, что карьера у нового спортивного объекта будет блестящей. Значит, Вероника, в новом году я хочу заняться новым видом спорта, но, правда, пока не знаю, каким. Ну, в этом плане тебе помогут наши следующие финалисты. Ты можешь спросить у них совета. Потому что это люди, которые в один прекрасный момент поняли, что способны на нечто большее. И в личном плане совершили прорыв года. Итак, в номинацию прорыв года попали пенсионеры, у которых жизнь бьет ключом. Они любознательны и открыты всему новому. Так давайте еще раз восхитимся мужеством этих людей. А потом узнаем, чье достижение народное голосование признало самым замечательным. На премию «Главные новости года» в номинации «Прорыв года» претендует. Василий Афончиков. Навуральский самородок, который в 90 лет впервые вышел на татами. Его первая победа – желтый пояс по айкидо. Но ветеран войны рассчитывает, как минимум, на коричневый. Таисия Пчелинцева. Пенсионерка, 80 лет прыгнувшая с парашютом. Это подарок к юбилею от сыновей десантников. Таисия Васильевна пошла на такой шаг и не пожалела. Владимир Лямин – ветеран войны и уверенный пользователь интернета. В 90 лет он делает селфи, лайкает понравившиеся посты и ведет свой блог. Объединяет всех, кто хоть как-то может помочь старикам. Ну какие все молодцы. Эти люди, правда, восхищают. Но конкурс есть конкурс. Приз у нас только один. И получат его. Это финалист, достигший небывалых высот. Вот главная премия в номинации «Прорыв года» достается пенсионерке Таисии Пчелинцевой, которая прыгнула с парашютом. И через пару минут она десантируется в нашей студии. Ну а точку приземления ей подсказывает наш коллега Сергей Максимов. Кто же это может быть? Встречаем громкими аплодисментами Таиси Васильевна! Это прекрасная девушка. Именно девушка отважилась прыгнуть с парашютом. И сегодня за это получает почетную награду. Скажите, пожалуйста, мы вообще-то, если честно, ждали вас, что вы прямо с парашютом сюда и прыгнете. Почему на машине? Потому что на машине парашют далеко. Второй раз будете прыгать? Буду. Прекрасно. Мы будем обязательно это снимать и показывать. Но сейчас отправляйтесь за положенной наградой. Вперед! Итак, встречайте, пожалуйста, Екатерин Буженко, Таисия Пчелинцева. Таисия Васильевна, этот букет вам. Поздравляем вас с победой. Это ваша награда заслуженная. Держите, пожалуйста, аккуратно. Благодарю вас. Не принято спрашивать про возраст у женщин, но я думаю, что вы гордитесь этой цифрой. Сколько вам лет? По секрету. Да. В этом году мне исполнилось 80 лет. Юбилей. Я его отметила вот таким необычным способом, как прыжок с парашютом. То есть это был подарок самой себе? Это был подарок моих сыновей мне на 80 лет. Удивительные сыновья. Да. Поделитесь, пожалуйста, секретом. Как научиться быть такой любознательной, открытой всему новому и постоянно учиться? Так, секретов нет. Абсолютно никаких секретов нет. Поэтому, если все время, каждую минуту думать, что ты еще жив и что ты еще можешь что-то, что ты можешь помочь другим себе заниматься спортом, заниматься гимнастикой, заниматься плаванием и быть в тонусе. Поэтому весь секрет. Спасибо вам огромное. Было неожиданно приглашение на 41-й канал. Приятное. Поэтому я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я вам тоже желаю новых программ, красивых программ. Очень, чтобы смотрели люди ваши программы. Поэтому вот вы сами такие красивые, элегантные. И чтобы программы у вас были такие же шикарные. Спасибо. Оставайтесь с нашим зрителем как можно дольше. Хорошо. Ну а сейчас переходим от жизни утверждающих новостей к скандалам. Это, пожалуй, единственная номинация в нашей премии, в которую лучше бы не попадать. Но что сделано, то сделано. В 2017-м случилось сразу несколько громких историй, участники которых были выставлены не в самом лучшем свете. Мы изучили повестку, составили топ самых ярких скандалов. Ну а вы, телезрители, выбрали из них главный. Финалистами премии «Главные новости года» в номинации «Скандал года» стали No Russia No Games. Сборной России запретили выступать на Олимпиаде в Южной Корее. Причина – допинговые скандалы, в которых оказались замешаны многие спортсмены. Чистые атлеты поедут на игры под нейтральным флагом. Суд над блогером, ловившим покемонов в храме на крови. Руслана Соколовского, оскорбившего чувства верующих, приговорили к 3,5 годам условного срока. Фильм «Матильда». Еще до премьеры он наделал много шума и дыма. Протестуя против проката ленты, невменяемый Свердловчанин попытался поджечь кинотеатр. Залы, где велись показы, минировали, прокатчикам поступали угрозы. Ну что ж, давайте узнаем, какое событие признано главным скандалом года. Этот приз достается создателям фильма «Матильда». Но эта премьера наделала действительно много шума. Хотя, по мне, так обычная мелодрама разве что снята красиво. На самом деле, это первый приз, которого удостойна «Матильда». Только непонятно, кому выручать памятную статуэтку режиссеру Алексею Учителю или депутату Натальи Поклонской, которой вся информ-лента обязана черному пиару. Но об этом надо еще подумать. В любом случае, мы поздравляем какое-никакое все-таки признание. В эфире главные новости года. Ну и в нашей заключительной номинации «Спасение года» честно говоря, я бы награду дал каждому финалисту, потому что это по-настоящему герои без всяких условностей и ссылок. Потому что эти люди спасали человеческие жизни, порой рискуя жизнями своими. Ну а героев нужно знать в лицо, поэтому мы напомним вам претендентов на победу в номинации «Спасение года». Благодаря этим людям три человека все-таки встретят этот Новый год здоровыми и, что самое главное, живыми. На премию «Главные новости года» в номинации «Спасение года» претендует поисковый отряд «Сокол», спасший четырехлетнего Диму Пескова. Ребенок потерялся в лесу, и его четыре дня искали несколько сотен человек. Наобесилившего Диму случайно наткнулся доброволец из поискового отряда. Бортпроводник, который помог в аэропорту ребенку, потерявшему сознание. Михаил сделал мальчику искусственное дыхание и массаж сердца и вернул его к жизни. Повар, вытащивший из холодной воды горе рыбака. Тот провалился под лед, и Александр нанул за ним. В итоге у пострадавшего сильное переохлаждение, а у его спасителя множество порезов тальда. Этим бравым ребятам уже вручили благодарности сотрудники МЧС, но и наша награда нашла своего героя. Итак, приз в номинации спасения года получает поисковый отряд «Сокол». Это те ребята, которые искали в лесах мальчишку Диму Пескова. С этим ясным «Соколом» мы познакомимся буквально через несколько минут. Руководитель отряда Сергей Широбоков уже на пути к нам. Его встречает Сергей Максимов. Мы надеемся, что нашему коллеге не понадобится помощь спасателей. Надеемся, что он там не замерз. О следующем герое нашей премии практически все телеканалы снимали сюжеты. И это спасатель Сергей! Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Проходите, пожалуйста, на вашу красную дорожку. Как настроение? Отличное! Вы можете спасти наш эфир? Отправляйтесь к ведущим и спасайте наш эфир. Мы без вас не можем обойтись сегодня. Ура! Друзья, встречаем руководителя поискового отряда «Сокол» Сергей Широбоков. Поздравляем вас! Все цветы для вас. Спасибо. И ваши награды заслуженные спасения года. Это действительно было круто. Вы заставили прослезиться не только родителей Димы Пескова, но, мне кажется, всех, кто следил за этой историей. Меня лично очень тронуло. Спасибо большое. Ну, хотелось бы выразить огромную благодарность вообще в целом всем добровольцам, которые принимали в эти четверо суток участие в поисках Димы. Это общая заслуга, это общая награда. И я считаю, что самое главное, что жизнь ребенка была спасена. Общими усилиями помочь может каждый. Ну, знаете, мы все-таки хотим спросить. Наверняка у каждого спасателя во время такой длительной операции возникает минуту, может быть, не раз, минуту отчаяния, когда уже, ну, вот все, наверное, кажется, надо остановиться. Нет смысла продолжать. Что вам мешает? Знаете, мы добровольцы. Во-первых, мы добровольные идем, и у нас нет каких-то сроков ограничений по поискам. То есть мы не раз, не раз искали и по месяцу, не переставая. Ну, были такие случаи. И тут нету каких-то рамок. То есть мы в любом случае надеемся на лучшее, на то, что ребенок жив, здоров, и мы его найдем, поможем ему, соответственно, спасем. То есть это внутренняя какая-то надежда, что нельзя останавливаться? Да, естественно, естественно. Потому что если мы остановимся, есть родители, которые всегда же верят. И, соответственно, мы дарим все равно им и надежду на лучшее. Ну, вот тут мы не сдавались. И фактически произошло чудо. Димка остался жив и потом, ну, и, соответственно, выздоровел потом. И сейчас... Ну, вы общаетесь до сих пор? Нет, мы не общаемся. Я уже занимаюсь шесть лет этим. И я не отслеживаю судьбу своих найденышей по той причине, что есть еще и другие дети, и ими тоже нужно заниматься, их искать, находить. Наверное, будет уместно пожелать, чтобы таких операций как можно меньше было в вашей практике. Спасибо. Спасибо, ну, с Новым годом. Спасибо вас тоже с Новым годом. Итак, все статуэтки вручены, и наша премия «Главные новости года» подходит к концу, как и, собственно, сам год. Ну да, 2017-й был потрясающим годом, богатым на события и ярких людей. И пусть наступающий 2018-й будет также полон хороших новостей и героев рядом с вами, которые способны на поступки. Ну а вам, дорогие друзья, мы желаем как можно больше личных рекордов и достижений. Ну а нашей телепремии хватит на всех, так что до встречи на этой красной дорожке. Ну и ура! С Новым годом! С Новым годом!